Здравствуйте дорогие подписчики и гости канала Сегодня смотрите какой у нас замечательный денек Вот такая вот красотища Денек еще замечательный тем, что у нас сегодня, у нашей компании сегодня три сделки На одной из них я буду участвовать со стороны покупателя по доверенности Покупатель у нас из Казахстана, Виктория, большой вам привет Денек обещает быть очень насыщенным Три сделки, одна у нас по ипотеке, две сделки у нас за наличные деньги Постараюсь вам заснять весь процесс Постараюсь показать, как у нас происходит вообще сделка купли-продажи Ну если продавцы будут не против, конечно же Ну и покажу, чем, собственно говоря, занимается риэлтор в течение дня Оставайтесь с нами Люблю, знаете ли, приходить в офис первым, когда никого еще нет Вот у нас первый агентский зал Как раз-таки немножко познакомлю вас с нашим агентством недвижимости Ну с тем помещением, где мы, собственно говоря, проводим сделки купли-продажи Где случается это таинство Вот у нас входная дверь Но это уже, к сожалению, неизменные атрибуты нашей сегодняшней реалии Да, купил еще вот такую вот штуку Как она у нас правильно называется У меня даже сертификат качества Сертификат качества на эту штуку имеется Бактерицидный облучатель-рециркулятор КНС Инструкция по эксплуатации Сертификат качества, ну не знаю Стараемся, как можем защищаться Насколько это возможно Вот здесь Это первый наш агентский зал, где у нас работают сотрудники Это вот видите, сколько у нас здесь Четыре, пять Пять посадочных мест, пять рабочих мест У каждого сотрудника у меня в обязательном порядке есть ноутбук Стол свой Вот, собственно говоря, наша гордость Мы показываем Воронеж, Ютуб Там у нас кухня, санузел И там у нас еще один агентский зал Пойдемте сразу покажу Это еще один агентский зал Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Здесь у нас семь столов И здесь у нас уже Вотчина юриста Здесь у нас работает Ольга Ивановна Наш замечательный золотой юрист Юрист от Бога Здесь проводим какие-то встречи, переговоры, сделки То есть здесь все это Все это у нас проводится Вот эту красоту мне подарил Один наш воронежский известный нотариус Ну, на этом Рояле играл еще Владимир Владимирович Путин С чего начинается Родина Покажу мой кабинет Вот это мой кабинет Где я работаю Где мы также проводим сделки, купли, продажи Тут различные подарки от наших клиентов Кто откуда привез, чего Вот видите Печора, пожалуйста Байконур, пожалуйста Тут Таиланд Утюг это наш воронежский С нашей воронежской земли Юрту, я не помню откуда мне привозили По-моему, где-то с северов нашей Родины, по-моему Архангельск Ну, тут ликеро-водочная продукция Куда же без нее Везут Везут, везут, везут Это моя стена плача Я ее вам уже показывал Сижу вот так зимой и плачу Смотрю вот на эту стену И вспоминаю, какие классные летние деньки были Какие классные были уловы Я, к сожалению, только такой рыбак, знаете ли Летний и только вот на такую трофейную рыбу Поэтому сейчас для себя уже свой сезон закрыл Теперь до следующего года Ну, тут тоже наша небольшая гордость Больше всего мне вот, конечно Вот такие Особо дорогие вот именно такие Благодарности, сертификаты Я, моя компания С гордостью могу сказать, что да, мы помогаем Мы участвуем в благотворительных различных акциях Помогаем детским домам Вот поэтому Это самое дорогое, что у нас тут Есть из всех вот этих вот сертификатов Ну, вот, собственно говоря, мое рабочее место Где я бываю Если я не там, не в полях Мне мое место очень нравится Особенно вид на храм Такое благодатное место Планируете переезд в Воронеж? Воспользуйтесь услугами нашей компании Покупать недвижимость с нами выгодно И безопасно Заполняйте анкету-заявку под этим видео Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Когда не дошла, сейчас Наверное Ну, наверное, она понесла Оригинал понесла Оригинал понесла Да Зачем? Он должно было вчера отнести Вот она сейчас подлежала Почему оригинал? Так она ее сдаст? Да понятно Просто я говорю, оригинал у меня Ну, копию дай, копию, да? Нет Копию я ей вчера отдала Но на нее где-то не были Они стали ковыряться Самое главное, паспортные данные проверяйте Все мы люди, можем ошибаться В какой-нибудь одной цифре соберешься По три сделки в день Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже Или ближайшем пригороде И хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал Звоните 8-920-22-99-356 Расскажем об условиях сотрудничества Ну, мы с другой стороны Нам бы доверенность, конечно Ее будет этот паспорт Ну, в Росреестр уже понесли Регистратор Тогда там встанем Возьмем доверенность Еще раз посмотрим В общем, схема какая Мы сейчас здесь все подпишем Заготовим здесь расписку Пойдем в отделение Сбербанка Финансовую операцию проведем И пойдем сдавать документы на регистрацию То есть покупаете и не платите А продаете и платите Хотя одна масса вы последние сколько лет не жили Двушка Калейтушки, калейтушки Современные? Наверное Две комнаты и туалет Сейчас ключи вы только получили Почему продать? Потому что ипотеку надо Да, потому что ипотека Съезд, скажем Так, справочки Скажем так, у вас шаг в будущем Поэтому, наверное, расстраиваться Я вам там все все положила Это трешка, она большая Пусть хоть старый Людмила, я тебе даже оригинал Она просто не понимает Я все посчитал Дебит с кредитом все свел Она до сих пор не понимает То ипотека, съезд просто надо Это на всю сумму Она тоже у вас будет Так, давайте сначала подчищем Так, это у нас Росводоканал Вот он ФКР ФКР дистанционно сейчас выдает Справки, правильно? Так, подпись и расшифровка, да? Нет, фамилия, имя, отчество полностью Какие фамилии, имя, отчество полностью? Кстати, я вам помогу еще В одной строчке постарайтесь уместить Да, и в конце подпись Смотрите, этот договор Он уже у нас является Передаточным маркером То есть сейчас у нас юрист Просто вносит пункт сюда Давайте вносим вот так вот Пункт сюда о том, что он же является Передаточным маркером Сейчас я вам скажу, где написано Вот, смотрите, пункт 9 Данный договор купли-продажи Ну да, я там видел, что нет долгов И все это, да, договор Если он звонит из Казахстана У них там все счета закрыли Никто не может деньги вывезти никак Как мы вовремя все делаем С сегодняшнего дня, что ли? Да А с чем связано? Ну, не знаю Она мне там что-то сообщение писала Мне пока не подпишет Что они там происходят? Куда-то? Ничего хорошего Дайте свой паспорт, нам будет проще Лучше так будет проще, быстрее Подписали мы договоры купли-продажи Остался технический момент Самый интересный момент Финансовая его часть Идем в отделение Сбербанка Вот чем хорошо здесь Вот это место Храм Вот он, пожалуйста Место такое намоленное Вот чем здесь хорошо Здесь все у нас рядышком Здесь же отделение Сбербанка Здесь же отделение Росреестра Вот мы обычно как и делаем На сделки купли-продажи Подписали договоры У меня в офисе И отсюда уже выдвигаемся В отделение Сбербанка Проводим финансовую операцию И идем, сдаем документы уже В торгово-развлекательный комплекс Московский проспект Там отделение Росреестра Трактор очень громкий Там отделение Росреестра И там сдаем документы уже на регистрацию Вот, собственно говоря, вся схема сделки Если покупка квартиры у нас за наличные Трактор очень громко Готовый Щек Открыть done Смотрите продолжение в следующей серии. Сейчас самое интересное вот сюда, когда они приедут. Вот это не полное, а тут полное. Хорошо. Так, финансовую операцию мы завершили. Остается сдать документы на регистрацию. Идем в Росреестр. Еще чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Все, осталось сдать документы на регистрацию и все. И мы закончили. Все, одна сделка у нас прошла. Две сейчас идут еще параллельно. У Натальи сегодня зарплата. Она счастлива и довольна. Работаем дальше. Да, и Викторию из Казахстана поздравляем с покупкой квартиры в Воронеже. Дистанционно. Кстати, сегодня информация прошла, что... Напишите, кстати, в комментариях, что вроде бы как бы счета даже заблокировали. Какой-то произошел сбой, то ли что-то такое, не знаю. В общем, заблокировали счета в Казахстане. И люди не могут просто перевести деньги. Не снять, не перевести. Поэтому Виктория, конечно, очень-очень вовремя все это сделала. Очень вовремя нам денежки перевела. Мы просто проскочили как чудом каким-то. Работаем, работаем. Так, кто у нас без масок? Кто без масок? Контроль на линии. Документы сдали на регистрацию. На руках у нас остается опись о том, что мы сдали документы на регистрацию. И дата, когда нам приходить уже получать документы на себя. Различные акции, проверки счетчиков, справка на всякие коммунальные услуги, на всякие капремонты, что все у нас за должности погашены. То есть весь архив по квартире, кадастровый паспорт, выписка ЕГРН. То есть все вот это, вот это, вот это, вот это все. Это уже остается у нас, у нашего собственника квартиры. У нашего нового собственника квартиры. И не знаю что, но, наверное, будем либо высылать, если она попросит, будем высылать в Казахстан. Либо эти документы будут уже лежать. Получим свидетельство о праве собственности на нее уже. Эти документы будут лежать у нас до ее приезда. Там разберемся уже. И на каждую сделку мы готовим вот такое правовое заключение. То есть у нас все расписано, вся история квартиры, кто ее владел, на каком основании, есть ли тут какие-то обременения или нет. То есть все-все-все, да. Что мы конкретно проверяли и квартиру, и самого собственника. То есть каждый наш покупатель обязательно получает вот такое вот правовое заключение на сделку. Что значит это? Анатолий Дмитриев, вам их в почту отправить или как вы их получите? Рекажите, пожалуйста, как вам будет удобнее. Нет, 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 это на сделке все мы по оптиму. Сколько что вы там снимаете? Это какой-то видеоролик, я уже боюсь. Очередные наши клиенты из Казахстана. Да. Не на расчет, не что-то принесете вы их, наверное... Наличкой. Наличкой, да. Соответственно, чтобы пересчитывать такую сумму, просто зайдем в кассу, вы зайдете, он как бы взнос себе наличными, ну, на счет, вы ему отдаете, кассир нам пересчитывает все. Ну вот я так, я думаю, это все так проходило. Да, да, у меня включилось. Павел Петрович, ну что же это такое? Рассказывай, рассказывай. В принципе, да, у меня там так же происходило. Мы так и делаем, да, потому что, ну, считать такие цифры, знаете, лучше вы донесли, в кассе передали, договора подпишем, мы, знаете, как обычно делаем, мы встречаемся, встречаемся, ну, заранее отправляем людям договора, то есть вы знакомитесь, проверяйте свои паспортные данные, и все-все-все. Мы встречаемся в банке, потому что переводы, там это все подписываем, у нас все подписано, и потом идем делать денежные, то есть мы держим договора подписанные, вы написали, они написали расписку, держат в руках, мы заходим в кассу, деньги, перечисления, все вы увидели на счет, а меняемся, ну, как бы, расписки у вас, все, все вышли и пошли. Мы или в Московском проспекте проводим, или торговый центр Москва, Сбербанк на одном этаже, то есть в шаг, все в одном здании, чтобы мы никуда не бегали, ничего, по времени все договариваемся, чтобы это занимало как можно меньше и вашего, и нашего времени. Выбрали квартиру, готовимся к зверке и потерьной сделке, то есть самый главный процесс у нас уже выполнен, квартиры мы определились, осталось проверить квартиру в юридическом плане. И, соответственно, провести уже сделку купли-продажи. Вот, обсуждаем рабочие моменты. Я мечтал, что у нас сегодня три сделки будет, а у нас их сегодня оказывается пять. Пять сделок в один день. Вот так внезапно еще две сделочки нарисовались. Ну что, будем делать? Параллельно с этим принимаем задатки от других наших клиентов, то есть работа идет, пока только середина рабочего дня. Ставим потом, сами понимаете, что применение квартиры не продаст. А если продаст, то это залог на залог. Сейчас я еще раз спрошу у Дмитрия, но что-то у него выключен телефон. Просто не взял выписку последнюю. Я вам сегодня в выпуске данные распечатаю, сейчас юрист нашу придет, и я вам выписку эту пришлю в WhatsApp. Так, еще за одну квартиру принесли задаток. Хороший, хороший, нормальный продуктивный день сегодня. Вспоминаю, что я еще не успел пообедать, а время у нас 15.23. Я еще не обедал. А может, уже и не надо. Уже ужин скоро. Так, принесли мне очередной договорчик на поиск и подбор объекта недвижимости. Еще одни у нас клиенты. Откуда они у нас? Откуда, откуда, откуда. Не буду паспортные данные показывать. Откуда они у нас? С консимировки. С консимировки. Наши, наши. Практически наши местные. Вот так выглядит договор на поиск и подбор. Сегодня у нас второй договорчик такой. Да? Да. Нас в масках никто не узнает. Еще одна сделочка у нас проходит. Все хорошо, у вас все нормально. Все замечательно. Так, а это порадовали нас благодарные клиенты. Откуда у нас были покупатели? Павел и Ольга. Арабские Эмираты. Арабские Эмираты. Не каждый день сделки проходят с клиентами из Арабских Эмиратов. А у нас сегодня ждет арабский вечер с вином и кофетами. Спасибо. Молодцы. Огромное спасибо. У Екатерина у нас вообще сегодня первая сделка прошла. А где радость в твоих глазах? Под маской нет. Вечером, под маской ничего не видно. Ольга-то у нас старая уже, волк в риэлторсе. Спасибо. Очень комплимент. Да, сделка была легкая. Клиенты были очень приятные. И вообще сегодня прошло все налегке. То есть ты счастлива? Я да. Мы счастливы. Тебе вообще нравится твоя работа? Очень. Очень. Интересно. Ты не жалеешь вообще, что пришла работать в нашу компанию под руководство такого тирана? Ну, Павел Петрович. Ладно, Олька говорит, что вы палками бьете. Да? Я спонтатор. Нет. Все очень здорово. Все очень классно. И коллектив у нас лучше не придумать. Легкий клиент в тебе. Спасибо большое, Павел Петрович. Ну, вот вроде бы и все. Рабочий день подходит к концу. Офис опустел. Никого. Вот так у нас за окном. Смотрите, как красиво подсвечивается храм Ксении Петербургской. Ну, можно подвести итоги. Денек был сегодня очень такой плодотворный. Мы провели пять сделок купли-продажи. Я заключил два договора на поиск и подбор квартир с новыми клиентами. И параллельно мы за сегодняшний день приняли еще два задатка за две квартиры. То есть день такой действительно достаточно плодотворный. И, знаете, вот бывают такие дни, вот как сегодняшний. Вообще работа риэлтора, она очень интересная. Вот выходишь из дома, и ты не знаешь, что тебя ждет сегодня. Что тебя ждет через полчаса, через три часа. И действительно порой, вот как и сегодня получилось, часа в четыре ты только понимаешь, что ты, оказывается, забыл пообедать. Вот так. Когда чем-то занят, когда постоянно что-то делаешь, с одной стороны это классно, это здорово. Ты чувствуешь себя востребованным, ты чувствуешь себя нужным. И дни, знаете ли, вот так вот прям отщелкиваются, вылетают. Просто вроде бы вчера только понедельник был, а сегодня уже пятница. То есть как-то даже и не замечаешь, как эти дни идут. И как-то не замечаешь, что ты иногда обедать не успеваешь. Это плохо. Это плохо на самом деле. Да, это плохо для организма. Как-то надо все-таки стараться, как-то себя дисциплинировать, что ли. Война войной, а обед по распорядку. Потому что иначе нас так надолго не хватит. Всем спасибо за просмотр. Я думаю, что у вас появилось хотя бы малейшее представление о нашей работе. Я думаю, что какое-то количество человек, посмотрев это видео, еще больше захотят, наверное, стать риэлторами. А кто-то наоборот. Кто-то скажет, а нафиг оно мне это надо? А нафиг мне это нужно? Но на самом деле это нелегко. Работать с людьми – это сложно. Людей нужно любить, людей нужно ценить, людей нужно понимать. Все люди разные. Риэлтор должен быть гибким. Нужно уметь подстраиваться. Потому что для большинства людей, для большинства обычных людей, покупка, продажа недвижимости – это все-таки стресс. Это стресс. Не так часто они это делают. Сколько обычно среднестатистический человек в жизни продает, покупает недвижимость? Ну, три, максимум, может быть, четыре-пять раз за свою жизнь. Поэтому мы это все прекрасно понимаем, что для людей это стресс, а для нас это обычные будни. Всем, кому было это видео интересно, не забудьте, пожалуйста, поддержать это видео лайком. Всем хорошего дня, хорошего настроения. А я поеду, поеду наконец-таки до дома. Готовиться к завтрашнему, следующему рабочему дню. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok